Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование книги Священного Писания Ветхого Завета на библейском интернет-портале экзегет.ру И с вами снова сегодня я, Андрей Иванович Сладков. Мы исследуем с вами книгу Бытие и читаем 48 главу с 1 стиха. После того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Монасию и Ефрема, Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле ханаанской, и благословил меня. И сказал мне, вот я расположу тебя и размножу, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет мои они, Ефрем и Монасия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел в Месопотамии, из Месопотамии умерла у меня Рахиль в земле ханаанской по дороге, не доходя несколько до Ефрафа. И я похоронил ее там, на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиля сыновей Иосифа и сказал, кто они? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израиля притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колена его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обеих Ефрема в правую руку против левой Израиля, а Монасию в левую против правой Израиля и подвел к нему. Но Израиль простел правую руку свою, положил на голову Ефрема, хотя сей был меньший, а левую на голову Монасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Монасий был первенец. И благословил Иосиф и сказал, Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня. То есть, интереснейшая здесь история, которую мы с вами видим, что Иаков уже был в состоянии немощи, он готовился к смерти, он преподает благословения, и Иосиф приводит к нему двух своих сыновей, которые родились у него в Египте, Ефрем и Монасия. Подводит, как положено, по старшинству старшего под правую руку, благословение правой руки, младшего под левую, Монасию под правую руку, Ефрема под левую. Но что делает Иаков? Он кладет правую руку на, как и сказано, но Израиль, простил правую руку свою, положил на голову Ефрема, хотя себе был меньше, а левую на голову Монасию. С намерением сделал так он. Мы видим с вами, братья и сестры, что это образ креста, это образ спасения. Образ креста, который впервые совершается здесь, в книге Священного Писания Ветхого Совета, и благословил их. Это указание на то, что весь род человеческий будет спасен посредством креста, на котором будет распят Господь наш и Спаситель Иисус Христос, на котором будет поражена смерть, на котором и исполнится то пророчество, на котором сказано в книге Бытия, «И вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим и семенем ее, но будет поражать тебя в голову, ты будешь жальть ее в питу». Про образ креста сказано, что зрение, недаром сказано здесь, не просто так, так лучше будет сказать, не просто так в Священном Писании сказано, что зрение Израиля притупилось, то есть зрение Иакова притупилось. Здесь как бы Моисей подчеркивает, что это было не только от него, что это было не его лишь намерение, что он, в общем-то, ничего не перепутал. И Иосиф делает правильно, он знает, что зрение у него притупилось, он подводит под правильные руки. Но сказано, что человеческое зрение здесь у него притупилось, потому что в этом был промысел Божий. Не все измеряется человеческим рассудком. Промысел Божий здесь проявляет себя в этом благословении. С намерением он делает так, но и не без воли, как мы видим, Израиля. Бог ничего не делает без воли человека. Никак он свой промысел не проявляет по отношению к человеку без воли человека. Далее мы прочитали, вот Ефрем Сиирин преподобный пишет по этому поводу тайна креста об этом событии. Цитата. «Этим он явно начертал крест во образ той тайны, что первенец Израиль будет умолен, как первородный монассия, а языческие народы будут возвеличены, как младший Ефрем». Конец цитаты. Мы помним это библейское выражение Нового Завета. «Последние будут первыми, а первые будут последними». Противление Израиля, ветхозаветного Израиля, иудейского народа в принятии Христа, оно послужило ему соблазном. Далее у Амбросима Диаланского есть такое же истолкование по этому поводу. Цитата. «Таинство двух сыновей» он пишет. «Насколько очевидное в этом таинство, взяв сыновей своих, которых он прижил в Египте, Иосиф подвел их к отцу. Ефрема с правой стороны от себя по отношению к Израилю слева. Монассию же с левой стороны от себя по отношению к Израилю справа. Но Израиль, протянув правую руку, положил ее на голову Ефрема, который был младше, и стоял справа от деда, а левую руку положил на Монассию, который был справа. И так, с прикрещенными руками, благословил их. Иосиф сохранил в этом природный порядок, желая остановить, желая оставить старшему сыну большую часть, подобно Исааку, который хотел передать благословение старшему сыну. Но Израиль отдал предпочтение младшему сыну, как образу более молодого народа, подобно тому, как он сам получил предначертание Матфери. Мы помним эти события, когда были связаны с жизнью Иакова, и, да, жизнь Иакова и Исаака, когда Исаав продал свое первородство, защищенную похлебку, и Иаков восхитил первородство, хотя он был младшим. Так и пишут по этому поводу Амрусий Медиаланский. Итак, далее мы с вами читаем, что Иосиф увидел это в 17 стихе, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это, и взял он руку отца своего, чтобы переложить ее на голову Ефрема, с головы Ефрема на голову Монасия, и сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат, будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в день, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Монасии, и поставил Ефрема выше Монасии. И сказал Израиль Иосиф, вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших, я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук Амариев, мечом моим и луком моим. Такое вот событие, которое описывается здесь, оно не очень пространно, но тем не менее многозначительно. Я умираю, говорит Иосиф, и мы видим, что Иаков, мы видим, что он хотел Иосиф исправить действия Иакова, и сказал, что положи вот так-то, но Иаков сказал, нет, я это делаю с намерением, потому снова и снова повторю, что последние будут первыми, а первые будут последними. Это пророчество о народе израильском. Действительно, как сказано будет уже в Новом Завете, что мотори и блудники идут вперед в Царствие Божие, нежели сыны, которые были, то есть народ иудейский, который не узнал, не принял Христа, то есть они были избраны, предизбранными, считали себя первородными, считали себя детьми Авраама, но настолько погрязли в своем самомнении и самовозвышении, что над ними исполнилось слово, в котором сказано, возвышающие себя да унизится, а унижающие себя да возвысится. Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу о смерти Якова. Вот я умираю, и что он преподает надежды будущих благ своим уже теперь внукам. Цитата. Когда он благословлял сыновей Иосифа и, предвидя будущее, предпочел младшего старшему, то, желая убедить Иосифа, что он сделал это непросто и не напрасно, но, предсказывая будущее, он предсказывает ему и собственную свою кончину, и то, что потомки его возвращаться из чужой земли в Ханаан, в землю отцов своих, и тем поддерживает в них от радной надежды, чтобы они были одобряемы ожиданием. Ведь надежда будущих благ всегда уменьшает трудности настоящей жизни. И еще раз, надежда будущих благ всегда уменьшает трудности настоящей жизни.